Первая и самая, пожалуй, наверное, важная. 80 лет назад примерно мы объявили войну микробом. И вот эти публикации, которые появились тогда в 29-м году, о том, что появился пенициллин и те успехи лечения пенициллином инфекции, они, конечно, потрясли весь мир и позволили нам прожить на этой земле весь этот период времени. Без сомнения, это был большой успех, это был большой шаг в будущее. Но вместе с тем мы не обратили внимания на ту фразу, которую сказал Ховард Флори, один из авторов промышленного производства антибиотиков, что их необходимо назначать только тогда, когда речь идет о жизни и смерти. И действительно, мы мимо пропустили вот эту статью. В 40-е годы была опубликована о том, что энзимы бактерий могут разрушать пенициллин. И в конце концов мы пришли сейчас, вот враги эти 80 лет, пришли к тому, что адекватная антибактериальная терапия, как уже Михаил Николаевич показывал, крайне сложно, почти невозможно сейчас назначить нашим пациентам. А я абсолютно с ним согласен в плане того, что вот эта история с ковидом и бессистемное, крайне безобразное значение антибиотиков пациентов с вирусной пневмонией, по всей видимости, в нашей стране в частности, поставит нас на какую-то совершенно иную ситуацию. Да, конечно, был период времени, когда наша промышленность производила все новые и новые антибактериальные препараты, но микроорганизмы, которые пришли на нашу Землю гораздо раньше, чем мы, которые обладают гораздо большей пластичностью и свойствами выживать, они непременно вырабатывали новые механизмы резистентности. И прежде всего, конечно, эти механизмы резистентности связаны с продукцией ферментов. И мы с вами знали об эталоктомазах узкого спектра действия, узнали, а потом и широкого спектра действия. И в нулевые годы мы узнали с вами о такой ужасном событии, что микроорганизмы стали вырабатывать карбопенемазы. И вот эта проблема, с которой мы живем с вами 20 лет, она не решена до сих пор. Я неустанно повторяю, что антибактериальная терапия – это, конечно, жизнеспасающая технология, но это очень опасная технология. Посмотрите, дорогие коллеги, что мы имеем в настоящий момент. Это наши российские данные, которые публикуются регулярно в режиме онлайн на сайте МРМЭП в Смоленском институте антимикробной химиотерапии. Это исследование марафона, оно длится многие годы и участвует в этих 28 городах. Так вот, синегнойная палочка, которая является одной из нескольких традиционно живущих в отделениях реанимации микроорганизмов, обладающих множественной резистентностью, это 42% этих штаммов. Из них 16%, то есть не из них, а еще 16%, это синегнойная палочка, которая ко всему резистентна, кроме препарата полимексин. И более того, около полутора приближается процентам синегнойной палочки, штаммов, которые не чувствуют ни к одному из существующих антибактериальных препаратов. Согласитесь, ситуация достаточно трагична для нас. Надо понимать, что лабораторная диагностика, которая находится, и микробиологическая диагностика, которая находится на очень примитивном уровне в целом, в общем, в нашей стране, конечно, есть хорошие лаборатории, но их крайне мало. И надо понимать, что методов, которые бы абсолютно достоверно позволили бы прогнозировать клинический эффект антибиотиков, назначенных на основании антибиотикограммы, на сегодняшний день, к сожалению, не существует. А есть еще одна проблема – это оптимизация медицины, которая катком прокатилась по нашей стороне. И вот посмотрите, в частности, например, Пьернский край, где на аутсорсинг отдана микробиологическая диагностика. И вот посмотрев на те цены, микробиологические исследования от 60 до 100 рублей, вы можете себе представить, какого качества эта микробиологическая диагностика. К большому сожалению, эта тенденция сохраняется до сих пор. Говоря о структуре назокомиальных возбудителей, мы с вами прекрасно понимаем, что это группировка эскейп, это 6 микроорганизмов, которые известны давным-давно, к ним присоединяются потихоньку еще другие, уже становящиеся традиционными микроорганизмами, например, пластердиальная инфекция, все чаще и чаще поражающая наших больных, получающих антибиотики. И вы видите, как изменялась структура в течение последних 10 лет. Грамотрицательные микроорганизмы доминируют, и среди них, конечно, это глипсиэлопневмония. Но мы с вами не знаем, что будет через 3-4-5 лет, поскольку сообщество микроорганизмов и доминирование тех или иных микроорганизмов, к сожалению, до сих пор закономерности изменений, их взаимоотношений до сих пор нам неизвестны. Поэтому, конечно, вкладывать деньги в лабораторию, я абсолютно согласен с Михаилом Николаевичем, и с стратификацией пациентов, да. И, конечно же, микробиологический пейзаж отделений, каждого конкретного отделения, это является ключевым фактором для сдерживания резистентности. В 2012 году появилось вот такое сообщество, мировое сообщество против антибактериальной резистентности. Настолько серьезно была воспринята эта проблема, и Всемирная организация здравоохранения объявила о том, что надо категорически срочно создавать новые антибактериальные препараты. И вот этих срочностей две критические высокие. Здесь мы опять видим с вами резистентные микроорганизмы из этой группировки ESCAPE. К большому сожалению, уповать на то, что в ближайшее время что-то изменится с точки зрения лекарственной терапии, нам не приходится. Вы видите, что происходит. И в Российской Федерации мы в большей степени теряем антибактериальные препараты, чем получаем новые. Да, новые антибиотики к нам приходят, появившиеся два препарата на основе цифолоспоринов и ингибиторов появились не так давно. Они достаточно эффективны, но они требуют очень вдумчивого решения, и их нельзя назначать всем подряд в качестве эмпирической терапии. А перспективы, видите, они достаточно мало оптимистичны. Очень немного препаратов, которые находятся во второй фазе испытаний, еще меньше в третьей. И приходящие к нам в ближайшее время антибактериальные препараты, увы, не решат создавшиеся проблемы. Еще одна проблема, которая существует у нас с точки зрения инфекционного контроля, это неадекватное назначение антибиотиков. Об этом Михаил Николаевич уже сегодня тоже говорил. И я хочу сказать, что вот эту таблицу спектра гидролитической активности, чувствительность к ингибиторам, наличие ферментов, к большому сожалению, очень мало наших коллег, клиницистов, знает и понимает, а без этого назначение антибактериальных препаратов, адекватное назначение практически невозможно. Вот еще немного данных, которые мы получали при опросах на конференциях Сепсис-форума. И вы видите, ситуация достаточно печальная. Мы с вами не знаем механизмов резистентности, мы не знаем вообще, какие они бывают. И говорят, скажем, металлы об эталоктормазах. Больше подавляющая часть наших респондентов отвечает, что он просто не знает, что это такое. А вот это ситуация, которая, конечно, достаточно трагична. Пока я показываю этот слайд, вы сами можете ответить на этот вопрос, чтобы вы выбрали для обычного стафилокока золотистого, дикого штамма, чувствительного. Но вот, к сожалению, большинство выбирает совершенно не те препараты. Вы видите, только 25% врачей могут правильно, адекватно назначить антибактериальный препарат. Поэтому я еще раз повторяю, что антибиотики – это очень полезные препараты, но это и очень опасные препараты. Поэтому наша с вами задача всячески сохранить эти препараты для будущего, для нас с вами и для наших детей. Я напоминаю принципы терапии жизнеугрожающих инфекций. Они уже известны давным-давно. И неоднократно я этот слайд показывал и не устану его показывать, говоря о том, что помимо адекватной антимикробной терапии, конечно, необходимо устранить очаг. Это мы говорим с вами о лечении антибиотиками. И, конечно же, необходима команда, в которую входит довольно большой коллектив врачей. И я отдельно выделяю клинического эпидемиолога как абсолютно необходимое звено для того, чтобы нам адекватно в дальнейшем лечить наших пациентов. Конечно, это должна быть реально, на самом деле, команда. Пришло время консолидации, так называемое, тоже слово, которое стало уже навязано на зубах в связи с ковидом. Но консолидация на самом деле должна. Это должна быть команда врачей, которые понимают, чем они занимаются. Говоря об инфекциях, связанных с оказанием медицинской помощи, а их по старинке я назвал внутреболичными инфекциями, мы смотрим с сожалением и с удивлением на вот эти цифры, которые подаются каждый год Роспотребнадзором. И мы видим, что число инфекций у нас неуклонно, как они сами говорят, снижаются. Оно 25 тысяч достигло всего лишь в 2019 году, снизилось по сравнению с 2018. Я не знаю, что будет в 2020 году. Это особый год, как вы понимаете. Но если мы сравним себя с теми странами, которые на самом деле умеют считать инфекции, то мы понимаем, что эта цифра не соответствует никаким реалиям абсолютно. И говоря, что на самом деле происходит в России, я опять возвращаюсь к этой книге, написанной почти 100 лет назад. Я об этом говорил. Мы по-прежнему в Англии, мы не представляем себе масштабов бедствия и трагедии. Исследований было немного. Одно из них было ему уже 10 лет. Это инфекции в отделениях реанимации. Результаты многонационального исследования. И вы видите, что было получено 10 лет назад. Сейчас ситуация, я уверен, хуже. Инфекция в госпитальных условиях, примерно, в половине случаев развивалась. И что очень неприятно, большая часть на закомянях инфекций повторно развивались в отделениях реанимации во время пребывания. И у большей части пациентов, которые поступали вне больничной инфекции, присоединялась новая инфекция, а это внутри больничной инфекции. Мы должны понимать, что если мы не можем что-то посчитать, мы не можем этого улучшить. И поэтому, конечно, эпидемическое наблюдение – это абсолютно необходимая часть нашей с вами работы. Как бы это трудно или тяжело не было, но без этого мы дальше не проживем. Я анонсирую исследование Реорита-2. Мы объявим отдельно, когда оно будет стартовать. По всей видимости, это начало следующего года. Я так надеюсь, что с ковидом как-то ситуация более-менее разрешится, хотя прогнозы, как вы знаете, довольно пессимистичны на следующий год. Мы понимаем, что назокомиальные инфекции прежде всего вредны тем, что пациенты умирают чаще, в три раза чаще летальность, если у пациента развивается назокомиальная инфекция. И это ли не факт, не причина для того, чтобы заняться этой проблемой гораздо серьезнее. Помимо высокой летальности, это и высокая заболеваемость, это дополнительные, очень существенные материальные ресурсы. И что очень важно, это распространение резистентной флоры во внебольничную среду, что, к сожалению, мы с вами наблюдаем последние десяток лет. Говоря об отделениях реанимации, надо понимать, что это одно из самых грязных, самых страшных отделений. Я отдал большую часть своей жизни работе, я очень люблю свою работу, но я понимаю, что в отделениях реанимации формируется резистентность стационара. Об этом надо понимать, потому что для этого созданы все условия. Увы, к сожалению, это так. Отвечая на вопрос, от чего чаще умирают пациенты, вот наши респонденты говорят, что, конечно, чаще от инфекционных осложнений в отделениях реанимации. Независимо от того, с чем эти пациенты поступали, если они не умирают в ближайшие сутки двое-трое, скажем, от геморрагического шока или от кардиогенного шока или еще от каких-то таких экстренных ситуаций, то следующая причина смерти это, конечно, инфекционные осложнения и пройти мимо этого совершенно невозможно. Тот проект, который мы тоже проводим под названием «Эффективный стационар», в котором участвуют довольно крупные разнообразные стационары нашей страны, показали, что у пациентов, которые в отделениях реанимации прибывают более 4 суток, а это именно те пациенты, которые должны быть в отделениях реанимации, около 40% имеют предикторы сепсиса. Это не говорит, что он обязательно у них развивается, но предикторы есть, а у 10-ти все-таки развивается септический шок. Если уже говорим мы о сепси, то это в третий случай это хирургический сепсис. Обращаясь к законам Мерфи, мы понимаем с вами, что если что-то может пойти не так, оно пойдет не так, это да. Я показываю теорему инфекции, которая очень полюбилась мне, Ольга Николаевна Ершова показала эти взаимосвязи. Инфекции победить невозможно, это первый важный факт. Второе, остаться при своих невозможно, как при карточной игре. Кто-то все равно должен выигрывать, или микроорганизмы, или мы, и невозможно даже выйти из игры. Это тоже надо понимать, поэтому этот процесс должен продолжаться непрерывно. Никаких иллюзий не должно быть у нас с вами, поскольку никто в мире, ни одна клиника, ни одна страна, не сказали, что они решили проблему инфекции, в частности, назакомиальных инфекций. Это так. Наша задача состоит в том, чтобы прерывать путь распространения микроорганизмов в отделении, используя в том числе адекватную антибактериальную терапию, о чем сегодня уже говорилось. Это позволит нам снизить количество резистентных штаммов, уменьшить в целом потребление антибактериальных препаратов, что позволит высвободить средства опять для того, чтобы профилактировать распространение инфекций и прерывать путь распространения микроорганизмов. Это не патологический круг, это физиологический, если хотите, круг, которому мы должны с вами следовать. Для того, чтобы понимать, как прервать пути распространения инфекций, надо понимать, как она распространяется. И вы опять можете ответить на эти вопросы для себя, но большинство врачей наших считает правильно, это контактный путь распространения инфекций. Но куда деть те 42%, которые считают, что инфекции с инъемной палочки, оценентофактеры и тому подобные микроорганизмы, распространяются воздушно-капельным путем или даже хуже того, трансмиссивным. Конечно, это не так, понимать пути распространения инфекций абсолютно необходимо, для того, чтобы понимать, что с этим сделать. Еще одна наша чисто российская беда, которой уже очень-очень много лет, вот почти тысячи лет назад это все возникло, и на самом деле все это продолжается до сих пор, вот так это все выглядит, это не что иное, как утренний обход. Это самое страшное время и самое благоприятное время для микроорганизмов, когда происходит кросс-контаминация и перенос микроорганизмов от одного пациента к другому и чаще всего к самому тяжелому и чаще всего к социально значимому пациенту. Поэтому очень вдумчиво, разумно отнеситесь к этой нашей многовековой традиции, нужна ли она в таком формате и уменьшаете риски кросс-контаминации. Медицинский бред, вот такой слайд у меня есть, который говорит о тех иллюзиях, которые засели в голову и упорно живут, о том, что бахилы абсолютно необходимая штука в стационаре, что полезны очень липкие коврики, что надо физически изолировать пациента и от этого снизится количество инфекций, что температура эликоцитоза, наличие дренажей, например, либо общей на операции это показания для назначения антибиотиков, а пациенту лучше пребывать в реанимации до понедельника или на выходные или пусть он там полежит, потому что под наблюдением побудет, что антисептики, они портят руки персонала, а если сэкономить деньги на расходных материалах, то в целом экономика улучшится и зарплаты наши с вами вырастут, а если кто-то что-то делает неправильно, то их надо оштрафовать и наказать. Я это назвал медицинским бредом, потому что их довольно много еще, потому что если посмотреть определение бреда, то к основным признакам его относятся ложные представления или умозаключения, в ошибочности которых пострадавшего невозможно разубедить. Увы, это так. Ну а дальше что надо делать? Обратитесь к медработнику, вызвать бригаду скорой помощи. Вот, собственно говоря, что мы сегодня с вами попытаемся и сделать. Итак, инфекции лечить довольно сложно, проблематично и не всегда эффективно, но надо понимать, что процесс имеет некую преамбу, существует некий бэкграунд до того, как разовьется эта инфекция с лейкоцитами, температурой, с резистентной флорой и так далее. Должна быть контаминация окружающей среды, колонизация поверхностных средств организма, а это не что иное, как профилактика. И говоря о профилактике, я, пожалуй, начну сейчас с профилактики инфекций в области хирургического вмешательства, поскольку, вы видите, Россия относится к странам со средним уровнем вложения в здравоохранение и риск развития инфекции в области хирургического вмешательства в 3-5 раз выше, чем в других странах. И инфекция в области хирургического вмешательства в наших реалиях это одна из причин развития устойчивости к большинству антибиотиков, и она угрожает жизням миллионов хирургических пациентов каждый год, потому что назначение антибиотиков в этой ситуации, а это единственное показание для назначения антибиотиков с профилактической целью, к сожалению, происходит на довольно ужасном, убогом уровне. Да, понятно, это плохо, и чаще умирают, чаще болеют, и удлиняется время пребывания в стационаре, поэтому профилактика и его ХВ, она позволит оставить деньги в стационаре на, собственно говоря, на эту самую профилактику. Опять же, понимая, кто является источником инфекции здесь, нередко все говорят, что это персонал, как и во всех других случаях, но ничего подобного. В данном случае источником инфекции является пациент в большей части случаев, в половине случаев это он, и только потом следует персонал, надо понимать, что инфекция в области хирургического вмешательства, она развивается из-за наличия флоры на коже пациента, поэтому адекватная обработка и целый ряд мер, которые необходимо использовать для этой профилактики, их необходимо использовать однозначно. Кто преобладает? Конечно, граммпозитивная флора. Отсюда и рекомендации, чем необходимо профилактировать плановые оперативные вмешательства, конечно, препаратами активными против граммплюс инфекции и ни в коем случае не трогать никакие антиснигнойные препараты, цифалосфорин третьего поколения и тому подобные препараты. Говоря о том, что реально на самом деле происходит, вы можете посмотреть, что нерациональный выбор препаратов в половине случаев, нарушение сроков, длительности и режимов дозирования это тоже половина случаев, и прямая взаимосвязь между нерациональными схемами переоперационной антибиотикопрофилактики это и длительность пребывания, и повторные операции, связанные с инфекцией, это и уровень летальности выше, и выделение поверезентных штаммов. Поэтому обратите внимание у себя в стационаре, как вы это правильно делаете. Ну, а в целом комплекс мер профилактических, он здесь известен, ничего тут нового добавить не стоит. Не брить пациента в адекватной профилактике, хоргексидин, обработка рук, уменьшить число людей, присутствующих в операционной, и не ходить туда, что очень важно в том числе, а не продолжать применять антибиотики с профилактической целью, ну и тщательный контроль раны без сомнения. Говоря об отделении реанимации, надо понимать, что вот эта концепция изолированный пациент, мы ее провозгласили еще в 2012 году, она абсолютно жива до сих пор, проще и дешевле преодолевать болезнь, и пациент в отделении реанимации должен быть полностью защищен как от окружающих микроорганизмов, окружающих его и других пациентов, так и не являться самому источником инфекции. А пути решения довольно просты, это использование закрытых систем на всех уровнях, тем более, к настоящему времени весь спектр, вся широта существующих девайсов позволяет изолировать пациента, не перевозя его физически в какое-то другое помещение, что обычно невозможно. Когда-то рассоцированная инфекция, не так часто она развивается, должна не так часто развиваться, но она крайне трагична по своим последствиям, поскольку назокамиально-резистентная флора попадает непосредственно в кровоток и дальше дистантные пиенические очаги, прежде всего, конечно, это пневмония, которая может развиваться у этих пациентов. Но вот на ответ, что делать для того, чтобы предотвратить или уменьшить риск развития катетеросоцированных инфекций, посмотрите, к большому сожалению, большая часть врачей говорит о том, что необходимо катетер регулярно менять, что противоречит абсолютным санитарным нормам и правилам, существующим в нашей стране, с одной стороны, это противоречит в том числе и национальным методическим рекомендациям, клиническим рекомендациям, которые существуют, на которые необходимо ориентироваться. Поэтому перечитайте еще раз и внедрите это у себя в стационаре, вы тем самым опять высвободите деньги для профилактики и уменьшите количество нозокомиальной флоры в стационаре. Чем заклеивать? Ну, прописано прозрачное наклейки, и вы понимаете, почему, потому что уменьшается риск инфицирования в связи с ежедневной инспекцией места пункции. Инфекция нижних дыхательных путей, основная причина гибели наших пациентов на пневмонии, связанной с проведением искусственной вентиляции легких или вообще нозокомиальной пневмонии, которая развивается, и в этом будет посвящен целый ряд докладов сегодня, это целый ряд устройств, которые позволяют однозначно, это доказано, снизить время наступления этой нозокомиальной пневмонии, да и снизить риски развития нозокомиальной пневмонии, поэтому, конечно, эти устройства необходимо использовать. Вторая, третья строчка в этом рейтинге делят инфекции мочевых путей, и с моей точки зрения нет никаких проблем со снижением инфекции мочевых путей, если вы используете процедуру стерильной постановки мочевого катетера, если вы используете адекватные устройства для отведения мочи, если вы никогда не разъединяете мочевой катетер с мочеприемником, что абсолютно критично для уменьшения риска в развитии нозокомиальных инфекций. Ну и увеличение кластридиальной инфекции, оно, конечно, диктует, так скажем, потребность в такого рода устройствах, устройства для контролируемого отведения фекальных масс, это не только госпитальная инконтиненция, но и кластридиальная инфекция, которая позволяет изолировать такого рода больных, не изолируя их физически. Расходных материалов должно быть много, мы должны переформатировать свой мозг, мы должны перестать считать, сколько это стоит, мы должны научиться считать, во сколько это обходится, а для этого, вспоминая лорда Кельвина, мы должны научиться считать, и это очень важно. Очень маленький пример из нашего проекта «Эффективный стационар». Я показываю одну из крупных краевых больниц, не называя где это, потому что это сплошь и рядом такое бывает. Вы видите, довольно много пациентов, около 20 тысяч поступает, 16 тысяч пациентов, 13 тысяч оперируются, 5 с лишним тысяч проходят через отделение реанимации этих пациентов. Потребности в препаратах вот таковы. Вы видите, в большей степени используются карбопинемы, цифалоспорины третьего, четвертого поколения, что, могу сразу вам сказать, навевает на мысль, что что-то не все благополучно с инфекционным контролем. И действительно, это так, это их данные, данные этого стационара. Инфекции нижних дыхательных путей более-менее посчитаны, потому что сложно не увидеть инфекции нижних дыхательных путей, а всех остальных практически нет. И вы видите, к чему это привело. К большому сожалению, почти 100% циркулирующих штаммов и псиелосинегной кеоцинитобактера не просто резистентны, а вырабатывают карбопинемазы. И большой вопрос, захотите ли вы пойти лечиться на плановую операцию в это отделение. Вот все картинки, которые, наверное, не являются для вас чем-то таким удручающим. К сожалению, я это вижу в большинстве стационаров, и это абсолютно недопустимо. Что мы должны делать для контроля инфекции? Конечно, мониторинг инфекций, конечно, обратная связь, обучение. Конечно, в первую очередь, гигиена рук, ее надо довести до максимального величины, желательно до 80% комплоентность должна быть. Конечно, должны быть строго соблюдаться протоколы стерильных процедур у сестер, прежде всего, и у врачей в том числе. Должны быть меры по предупреждению разнообразных наскональных инфекций, изоляция, я уже сказал, пациентов склонизирован с проблемными патогенами, и, конечно, адекватный дезинфектант и антисептики. Задавая вопрос, вот медицина, конечно, сделала большой путь от этой медицины до вот такой медицины, я всегда задаю вопрос, а вы согласны, что через 5-10 лет каждый третий пациент будет умирать от наскональной инфекции, если мы ничего не будем делать в этом направлении? Я думаю, никто с этим не согласится. Итак, первые шаги к решению проблем наскональных инфекций, в первую очередь, это образование, чем мы сегодня с вами и занимаемся. Во вторую очередь, это гигиена рук, ну а дальше целый спектр, так скажем, шагов, целый ряд шагов, которые вам необходимо сделать. Для тех, кого я не убедил в своей лекции, я напоминаю, что есть статья 236 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая говорит о том, что деяние, а деяние впереди, величисимо повлекшее по неосторожности смерть человека, наказывается либо исправительными работами, либо принудительными работами, либо лишением свободы на тот же срок. Поэтому я думаю, вот эта часть для тех, кто не верит в инфекционный контроль, она будет вполне убедительна. Я вас благодарю за внимание.